Барнаульский астролог Вера Топчева Здравствуйте Для начала такой общий традиционный вопрос Каким будет в целом 2019 год? Какой тон он задаст? 2019 год в мировом масштабе ожидается достаточно напряженным И в политическом, и в геофизическом плане Страны Евросоюза и США продолжают потряхивать И от военных действий, и от интриг, и от их противоречий Поэтому центр внимания будет смещен на внутреннее положение дел Что благоприятным образом скажется на России Что уже ослабнет такой тотальный контроль И Россия сможет укрепить свои позиции среди держав Сможет укрепить свой авторитет Как скажем, нацелить курс на такие позитивные перемены То есть жители России будут чувствовать себя спокойнее? Да, именно в России какие-то крупные катаклизмы Географического плана, политического плана не коснутся Год, конечно, будет непростой Но, тем не менее, будет давать очень много возможностей И для роста, и в профессиональном плане И в плане укрепления позиции для каждого из жителей Вот давайте на профессиональной сфере немного подробнее остановимся Вот расскажите, что ждет людей разных профессий Кому будет покровительствовать наступающий год А кому, может быть, будет не очень хорошо Наступающий год в целом очень благоприятен И для образования, и для духовного роста, развития Будут подняты и укреплены волонтерские движения Вопросы экологии, благотворительные фонды Многие будут заняты вопросом карьеры, самообразования Покровительствовать год будет профессиям, связанным и с недвижимостью И со строительством, и творческих профессий Многие люди придут к тому, что необходимо осваивать какие-то ремесла Будут воплощать проекты, связанные с хобби, со своими талантами На что стоит обратить внимание То, что год не терпит каких-либо интриг Чем лучше мы с законом дружим, тем наши какие-то идеи, цели будут воплощаться лучше То есть приветствуется честность, да, какая-то порядочность получается Да, тенденции честной игры А скажите, что будет происходить в личной сфере? Какие планы, может быть, стоит строить, от чего, наоборот, стоит отказаться? Год благоприятствует и построению семьи, созданию семьи И укреплению уже действующих союзов Поэтому если там с кем-то в год входим, с кем-то в ссоре То лучше использовать как раз этот момент Для укрепления отношений, для поиска компромисса И чем больше мы будем настроены на укрепление союза Тем это нам на руку Причем год благоприятствует еще для рождения детей Понятно, скажите, а вот в плане денег, потому что они всегда всех волнуют Каким году обещают быть? Что будет в финансовой сфере? В финансовой сфере однозначного ответа сложно дать Потому что многие поймут, что полагаться надо только на себя Кто-то включит режим экономии, кто-то станет больше трудиться То есть сказать, что вот так вот просто будет к ногам сыпаться И сидеть на пятой точке ровно То, конечно, любители полениться Навряд ли к успеху и дойдут А те, кто поставит для себя цели И упорно будет идти в этом направлении То добьются и финансового благополучия И каких-то успехов, карьерных устремлений Единственное, что постараться избежать каких-то вложений Чтобы не оказалось фальсификации То есть сомнительные, какие-то спекулятивные И в любых вопросах лучше себя юридически поддерживать То есть предстоит много работать И стоит избегать различных махинаций Да, аферы могут обернуться какими-то потерями крупными Кредиты, наверное, не стоит брать Или как с этим быть? Кредиты нежелательны Учитывая, что у нас большое количество людей Все-таки уже с кредитами и с ипотеками Поэтому, опять же, повторюсь Что дружить с буквой закона Если мы с вами коснемся конкретно знаков зодиака Каким из них год будет покровительствовать? А от кого, может быть, удача отвернется? У нас планета удачи, Юпитер, как раз заходит в свой знак Стрельца Поэтому всем огненным знаком Овну, Льву и Стрельцу Будет сопутствовать удача И в плане, как скажем, и собственного развития И в плане, может достаться кусок торта Но, опять же, не расслабляться И действовать Для земных знаков Телец, Дева и Козерог Этот год принесет успех Благодаря их трудолюбию Целеустремленности Не забывать Что за всем этим трудом Еще и радоваться жизни надо Чтобы это не прошло так вот Успевать отдыхать Успевать отдыхать, да Водные знаки Рак, Скорпион и Рыбы Достигать успеха будут Благодаря своей интуиции То есть они будут на волне Еще и планета Уран Планета интуиция Входит в знак Тельца Поэтому Знак плодородия Знак благополучия Поэтому благодаря своей интуиции И опять же действиям они смогут выйти На нужный им уровень Воздушные знаки Воздушные знаки Близнецы Весы И водолей Любители разнообразных направлений И действий Что им желательно все-таки Определиться с целями Чего они хотят Свои разносторонние интересы Как-то На одном-двух Желаниях и целях Сконцентрировать И Благодаря своей контактности Деятельности В целом тоже будет Неплохо Вот перед Новым Перед Новым годом Многие задаются вопросом А как вообще угодить Символу года Наступающего Спрашивают о том В каком наряде встречать Новый год Как накрывать новогодний стол Как украшать елку Вот что вы можете В этом плане посоветовать Если Брать восточный гороскоп То В 2019 году Покровительствует Желтый земляной кабан То есть уже Сам за себя цвет говорит Что преимущественные Будут желтые Но опять же Хозяин года У нас символизирует Щедрость Изобилие Процветание Поэтому Благоприятны будут Там и красные С золотом И Украшения Что касается Стола Кабан Любитель поесть Поэтому Пусть будут столы И забил Ястовами Хорошие какие-нибудь Фрукты Орехи Так как Кабанчик Житель лесной Любит Веселье Поел Похрюкал От удовольствия Поэтому Всевозможные Шутки Юмор Розыгрыши Забавные Подарочки В этот Новый год Приветствуются Тем более Кабан Животное Миролюбивое Дружелюбное Поэтому Хотя бы Маленький Презентик Но Каждому Близкому Другу Стоит Подарить И В украшении Стола Ёлки Тоже Желательно Использовать Яркие Шары Золотые Красные Гирлянды Можно Самому Придумать Какие-то Декорации Украшения Из Еловых Веточек Мандаринов Свечей Поставить В центре Стола Символ Года Свинку Можно Привлечь Детей Все таки Это И семейный Праздник И Кабанчик Приветствует Как скажем Плодовитость же Кабана Всегда там Свинок Да Что Поэтому И хорошо Привлечь Детей Они помогут Своим Творческим Подходом Какие-то Украшения Сделать А можно И непосредственно Свинку Копилку Своими руками Она будет Как раз Символизировать Успех Процветания И привлекать Денежный поток И в семью И в дом А встречать Новый год Вот вы уже Заикнулись Про детей Лучше В кругу Семьи В кругу Семьи Близких Друзей То есть Не выезжая Куда-то Далеко Да Или Если выезжая То Так же Сопровождение С близкими Все равно Да Ну и в завершении Программы Вот от вас Такой От астролога Общий совет Всем В преддверии Наступающего 2019 года Желаю И профессиональных Успехов Карьерных Устремлений И крепких Отношений В семье И с близкими И Так как у нас Там еще рядышком И на Волонье Что Верьте В мечту Чудеса Возможны Понятно В общем Будем верить В мечту Чтобы она Исполнилась Это такой общий Главный совет От вас Спасибо большое За участие В нашей программе А я напомню Что это было Наше время До свидания До свидания Редактор субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин